Табак продают незаконно. В Апатитах и Кировске в нескольких бывших киосках печатной продукции начали торговать табачными изделиями. Многих горожан возмущает этот факт. Съемочная группа Народного телевидения разбирала ситуацию. В Апатитах 8 киосков печатной продукции. Из них 2, на Ферсмана 11 и Бредова 11, уже несколько недель торгуют табаком. Мы обратились за комментариями в администрацию, но в итоге были удивлены сами. По словам чиновников, они, оказывается, не в курсе, что газетные киоски уже вовсе не газетные, а табачные. Этот киоск находится в центре города, Ферсмана 11. Отсюда буквально одна минута пешком до администрации. Но, как заверяют местные чиновники, они понятия не имеют, что здесь уже целый месяц вместо газет и журналов продают сигареты. Мы узнали об этой ситуации, скажем так, из СМИ, когда вы к нам обратились. Естественно, мы оперативно вмешались в эту ситуацию, связались с руководством. В конце прошлого года договор аренды между администрацией и МАРПИ истек. В январе представители руководства МАРПИ подали заявку на продолжение сотрудничества. При этом речь шла о том, что основной деятельностью будет продажа в киосках именно газет и журналов. Но в начале марта два киоска были перепрофилированы под табак. При этом руководство МАРПИ не поставило об этом в известность администрацию. Здесь они принесли свои извинения. То есть они просто обосновали это Инна Петровна тем, что, ну скажем так, они не то чтобы забыли, да, они не успели это сделать. Они обязательно хотели нас поставить в известность, но не успели. Новый договор аренды вступит в силу с апреля. В нем прописано, что основным видом деятельности должна быть продажа печатной продукции. Но, как сопутствующим товаром, может быть и табак. Продаваться сигареты будут в двух специально переоборудованных для этого ларьках. Но при этом в них же обязательно должны быть и газеты с журналами. Мы спросили горожан, что они думают по этому поводу. Очень плохо. А почему? Ну зачем? Просто видно, что здесь продают сигареты. Сдали закон, вроде как бурятся, а продают прям открыто. Любому можно зайти купить. Особенно дети это все видят. Мы не курим, поэтому мне все равно. Отрицательно. Отрицательно. Почему? А потому что дети будут бегать и забегать. Мужчина зрелый, он идет с работы, он взял сколько ему надо, и он имеет дома. А дети это да. Ну до 18 лет не продают сигареты? Это вы так думаете? У меня такой же ларек стоит на Ленина напротив. Я в 2 часа ночи стою, и дети там шныряют. Все эти новшества, как объясняют в администрации, не от хорошей жизни. Кризис ударил по всем предпринимателям. Проблема, она на самом деле банальна. Это сложная экономическая ситуация. И МАРПИ, помимо реализации газетной продукции и журналов, она вынуждена пойти на этот ход, на эту меру, и реализовать в том числе и табачную продукцию. Никакой иной продукции, кроме табачной. То есть разговор не идет о реализации алкогольной продукции или еще чего-либо другого. По заверениям руководства МАРПИ, в течение недели в двух ларьках с надписью «Дымок» в продаже появится и свежая пресса. В Кировске аналогичная ситуация. В конце зимы без уведомления администрации заработали два «Дымка». Но кировские чиновники не намерены продлевать договор и уведомили об этом руководство МАРПИ. Мы поставим все это дело на законные рельсы. То есть, если раньше договор у нас был заключен до года, имел статус на сегодняшний день заключенного на неопределенный срок, и, соответственно, могли только МАРПИ там находиться, не имели права никому передавать земельный участок, не в субаренду сдавать. Ну, что они сделали в нарушении закона. По словам чиновника, Кировская администрация не приветствует появление табачных киосков в центре города. Поэтому компромисса не будет. К маю дымки в Кировске дымить перестанут.